Приветствую вас, Оксана. В первую очередь хотелось бы сказать вам о том, что вы задаете свой вопрос в раздел психологии, не эзотерики, и соответственно предсказать вам развитие ваших дальнейших отношений с точки зрения психологии не представляется возможным, хотя бы потому, что психологи не гадают. Надеюсь, что вы это, надеюсь, что вы отнесетесь к этому с пониманием, потому что у всех своя профессия, в данном случае вы написали в раздел психологии, соответственно я отвечаю вам именно с этой позиции, именно с этой точки зрения, как психолог. Вы говорите, что наконец-то я решилась уйти от своего мужа, завтра хочу привезти вещи. Значит, смотрите, вы говорите, что наконец-то решились, наконец-то решились. уйти от своего мужа, что соответственно наводят меня на мысль о том, что возможно ваши проблемы, они начались задолго до того, как вы собрались уйти, вот, проблемы были, проблемы были, видимо, достаточно серьезные, вот, но вы почему-то не решались уйти от своего мужа. И это, конечно, то, что меня в первую очередь привлекает внимание, это привлекает мое внимание как психолога. Если вам не нравилось, допустим, ну, не нравится или не нравилось, как с вами взаимодействует ваш муж, супруг, то по какой причине вы не уходили, то есть по какой-то причине вы не могли решиться на то, чтобы уйти от него. Это говорит либо о ваших страхах каких-то, либо о вашей неуверенности в себе, либо о чувстве вины, вот. Ну и есть еще масса причин, есть еще масса возможных обстоятельств, которые повлияли на то, что вы не могли уйти раньше от своего мужа. То есть вот этот вот субъективный аспект, что вы только сейчас решили с уйти от мужа. Нужно разобрать какие проблемы, как долго вы это терпите, почему. Далее. Завтра я хочу перевести вещи, мне кажется, он меня специально провоцировал, чтобы я ушла. Здесь вы вступаете в психологическую игру под названием «Всё из-за тебя», когда супруги, ну или люди занимаются взаимным обвинением друг друга, вот. То есть, ну, перекладывают ответственность себя на, собственно, другого человека, вот. Что, безусловно, не придает ситуации простоты, вот. Если брать эту игру, вы можете почитать в интернете, вот она, эта игра там есть, вы можете ее изучить, вот. И, соответственно, тогда вам станут, я надеюсь, понятны определенные моменты, которые, возможно, непонятны сейчас. Ну, силу-силу, ряда факторов-факторов, да. Это может быть и ваше эмоциональное состояние, и страх, и субъективная оценка, вовлеченность. Вот. То есть, никто вас не провоцировал. То есть, да, может быть, муж хотел, чтобы вы ушли, может быть, он специально делал что-то для того, чтобы вы все-таки решились уйти, вот. Возможно, это так, вот. Вот. Но, по факту, это не имеет никакого значения, потому что решение, решение принимали именно вы. Вот. Я полагаю, что вам нужно этот момент для себя постараться принять. То есть, даже если, даже если человек и провоцировал вас, даже если он действительно это делал, вот, то все равно решение принимали вы. То есть, ну, вот. И провокация, провокация, это для вас, для вас провокация, является, ну, всего лишь способом сбросить в себе ответственность, вот. И сказать, что это вот виноват, например, муж, да, это виноват он, из-за него, все вот это вот, все вот. То есть, этим и характеризуется игра, все из-за тебя, как раз таки. Вот. Так что, здесь нужно обязательно этого избежать. Вот. С другой стороны, если мужчина действительно хотел, чтобы вы ушли от него, то о чем, о чем как бы здесь говорить? А, значит, так. А, у нас маленькая двухлетняя дочь на сегодняшний вопрос, что ты решил с разводом, так как тема снова поднималась пару дней назад. Он сказал, что еще не знает, будет ли он разводиться. Так, ну, вопрос с вопросом о дочери. Тоже необходимо разобраться отдельно, то есть, есть ребенок, ребенок маленький, ребенку два года, вы, соответственно, с мужем не ладите. И здесь, мне кажется, ну, было бы логично, было бы правильно рассмотреть роль и значение ребенка в данной ситуации. То есть, до рождения, до рождения или после рождения ребенка начались проблемы у вас с вашим мужем. Вот, соответственно, соответственно, что это были за проблемы, какого это были роли проблемы, как это влияет на ребенка, вот. Понимаете ли вы это влияние на ребенка, проблем между вами? Так, вы спрашиваете, что ты решил с разводом? А что вы решили с разводом, Оксана? То есть, вот, понимаете, какая история, да, очень интересная история, на мой взгляд. История такая, история такая, вы как бы обвиняете своего мужа, да, как бы обвиняете его в том, что он не принял решение, да, относительно вашего, ну, вот, брака. Вы как бы обвиняете его в этом. Но, при этом, сами вы решение не хотите принимать тоже. Вот. Что мне кажется несколько двойными стандартами, в данном случае. Вот. Потому что решение о разводе, ну, в любом случае, принимать вам. так же. Потому что вы являетесь частью этого, вы являетесь частью этого, вы являетесь участником этого. И я полагаю, что исключать данного, исключать данный факт нельзя. Ни в коем случае. Вот. И вы спрашиваете его, что он решил с разводом. А я, соответственно, спрашиваю вас, что решили с разводом вы. Почему с разводом решает мужчина, а не вы. И вот мне кажется, что это очень важный момент, чтобы вы сами взяли личную ответственность на себя за то, что происходит. Да, за то, что происходит между вами и вашей пока еще семье. Дальше. Он сказал, что еще не знает, будет ли он разводиться. А каково тогда состояние ваших отношений? То есть, как вы себе представляете, что вы сейчас уйдете, и что вы будете по-прежнему мужем и женой, или как? Как я поняла, он ждет от меня решение, поэтому я хочу уйти. То есть, решение принимать вы не хотите. Опять же. Или хотите. принимать решение. То есть, вот знаете, как-то вот непонятно, непонятно немного, что происходит. Потому что у вас есть какая-то проблема. Да, у вас есть какая-то проблема. Проблема, ну, явно достаточно серьезная. Да. Вот. И, может быть, если вы определитесь, например, со своими целями в этой ситуации. То есть, чего хотите вы? сохранить семью или как, или что, да? Вот. Вот. Может быть, если бы вы определились со своими целями, то ситуация бы складывалась совсем по-другому. Да? Вот. Понимаете, о чем идет речь? Надеюсь. так. Поэтому, здесь вот, все упирается именно в это. Именно в это. Все упирается. Именно в это. Именно в то, значит, чего хотите вы. И, а не в то, кто примет решение и так далее. Вот. Вот. Если проблему, которая у вас имеет место быть, может, можно разрешить или если вы хотите ее разрешить. Вот. То, соответственно, стоит обратить внимание именно на это. То есть, не на развод, да? Обращать внимание не на развод, а именно вот, именно на способы решения проблем, которые есть у вас в Музе. Дальше. Вы пишите. Вопрос к вам. Как вернется моя жизнь после развода? Зависит от вас. С точки зрения психологии, это зависит от вас. Я дала претензии обвинения и скандала с его стороны. Тем более, значит, всем видам и праздникам. Он давно намекает, чтобы я собирала, собирала, собрала сама вещь и ушла. Ага. Допустим, у него действительно есть претензии к вам. Допустим, у него действительно много, значит, ну, много неудовлетворенностей по отношению к вам. Допустим, вы скандалите, это тоже понятно. Все это так, но вопрос в другом. Чего вы хотите по итогу сами? Если он намекал вам на то, чтобы вы ушли, а вы не уходили, с чем это было связано? Если мужчина ссорился с вами, ну, ссорился, вынуждал вас к чему-то, да, принуждал вас, возможно, даже, я не знаю, обижал вас, да, вот. А вы все это терпели, то возникает вопрос. Ради чего вы это терпели? Чтобы что вы это терпели? На что вы надеялись на улучшение? Если так, то чего ожидали? Ну, от улучшения, да, то есть, чего ожидали от улучшения, это во-первых. Во-вторых, делали ли вы что-то для того, чтобы эти улучшения имели место быть? Вот. Это тоже очень важный момент. Вот. Поэтому, с точки зрения психологии, с точки зрения психологии, только от вас зависит, как повернется ваша жизнь под расход. Так, если вы, если вы сделаете выводы из того, что произошло, если вы сделаете выводы, если вы извлечете опыт, если вы изучите опыт, вот, то, соответственно, очень может быть, что ничего больше не будет. То есть, все будет хорошо у вас. Вот. Но это, конечно, требует определенных усилий. Это требует определенных усилий. Вот. Это безусловно. Вот. А у нас сейчас психология придерживается того взгляда, что каждый человек принимает участие в своей жизни. Вот. И ничто не происходит без его участия, ну, за исключением разве что только как-то форс-мажорных обстоятельств. Поэтому, определенные жизненные сценарии, определенная цепочка выборов, ваших выборов, привела к тому, что вы оказались в этой ситуации. Чтобы вы не оказались в ней вновь, нужно ее изучить. Вот. Я так полагаю, что вы, возможно, боитесь одиночества, возможно, вы не уверены в себе или сомневаетесь в чего-то. Вот. Потому что, ну, чтобы человек ждал, чтобы человек терпел, пока к нему относятся вот так, как относился к вам ваш муж. Ну, на этом, мне кажется, нужны достаточно серьезные аргументы. При том, что аргумент в стиле, что я хотел это сделать ради дочери, для дочери, на мой взгляд, абсолютно не жизнеспособен. Потому что дочери вашей, от того, что происходит, только лишь в разы хуже, от всего этого дочери в разы хуже. Если вы терпели, то и, соответственно, дочь, она чувствовала ваше настроение, чувствовала, что вы терпите, и... Ничего хорошего из этого получиться, в принципе, не могло. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.